Добрый день, сейчас я вам покажу, как сделать экзамен в пакеттрейсере SRVE Practice PathSkill Assessment Part 1. Меня зовут Юрий, я представляю университет CD.com. Мы помогаем студентам начать IT-карьеру, специалистам повысить экспертность и зарабатывать больше, аккомпанируем найти высококвалифицированные кадры. Ну и давайте начинать. Открываем наш экзамен в Netacad. Ждем. Здесь у вас будет кнопка Take Assessment, ну или в моем случае Retake Assessment. Нажимаете на нее, у вас появляется вот такое вот сообщение. Если у вас не установлен пакеттрейсер, сверху в ресурсах есть Download Packet Tracer. Загружайте последнюю версию и нажимаете 7.2 или новее. Нажимаем ее. У вас появляется еще одно всплывающее окно. Обязательно нажимаете открыть приложение пакеттрейсер. Ждем, когда у нас загрузится пакеттрейсер и кнопка Start Assessment станет активной. Ждем и будем уже начинать. Это займет какое-то небольшое время. Плюс еще нужно будет ждать, пока сам пакеттрейсер запустится, после того, как мы нажмем Start. Ну, в общем, сейчас дождемся активности кнопки Start и тогда я поставлю паузу и мы поместимся уже прямо в задание. Будем его сразу выполнять. Все, кнопка Start стала активной. Нажимаем на нее и снова ждем. Я вернусь, когда все загрузится и задание уже будет готово. Итак, задание у нас открылось. Вот у нас инструкция. Я ее сюда помещу. И топология. Так, я ее уменьшу сейчас. Вот. У вас могут по-другому называться устройства. Например, тот же RTR1 у вас может быть иначе называться само устройство. Ну и в целом топология будет выглядеть так же, только названия могут отличаться. Ну и давайте начинать. Что нам в первую очередь нужно сделать? У нас есть таблица со всеми IP-адресами. Если буду где-то писать IP-адрес, скорее всего, он взят именно из этой таблицы. Дальше. Нас просят открыть RTR1. Открываем его. Так. Вводим здесь Enable Configure Terminal. И вот эти вот 3, 4 точнее IP-роута статических мы добавляем. Все, IP-роуты добавлены. Давайте переходить к следующему шагу. А следующий шаг это базовая настройка маршрутизатора. Это Enable Secret, пароль консоли, пароль линии VTI, баннер сообщения, hostname в зависимости от того, какой в таблице, зашифровать все пароли, ну и настроить два интерфейса по таблице. Это все максимально просто. Еще на первом CCNA мы это все делали. Поэтому вот у меня готовые команды. Первая часть вот до hostname, я ее копирую. Так. И вставляю. Настраиваем пароли, линии разных, enable пароль и баннер. Так. Ну и теперь пишем hostname, hostname и смотрим таблицу. Здесь таблица hostname rtr1. Сюда его вставляем. Вот таким вот образом. Очень важно это сделать, потому что если у вас название отличается и вы хотите 100 баллов, вам нужно правильно взять из таблицы. Так. Хорошо. Дальше мы шифруем пароли, ну и настраиваем два интерфейса по таблице сверху. Paste. Все. Все настроено. Можно переходить к следующему шагу. Следующий шаг это у нас настройка коммутатора. Нужно настроить VLAN 99 на свитче, ему IP-адрес задать. Вот он в таблице sv3, VLAN 99. Ну и IP-адрес, естественное дело. Все. Это все мы настраиваем. Ну и также базовая настройка коммутатора. Это создать пользователя с именем админ паролем cisco123. Сгенерировать ключ. Включить ssh 2 версии. Добавить доменное имя. Ну и собственно как видите базовая настройка коммутатора. Так. VLAN 99. IP-адрес из таблицы. Включаем интерфейс. Дефолт гейтвей. Кстати да, здесь еще нужно гилтвой дефолт гейтвей настроить. Так. Доменное имя. Генерируем ключ. Создаем пользователя. Enable Secret делаем. Ну и на линии VTI Input SSH ставим. И SSH версии 2 делаем. В общем базовая настройка коммутатора. Открываем sv3. Вот он тут находится. У вас опять-таки может иначе называться. Enable Configure Terminal вводим. И вставляем все настройки. Все. Все у нас создалось. Ключи сгенерировались. Давайте переходить к следующему этапу. Дальше у нас настройка VLAN. Как это делать? У нас есть вот такая вот таблица. Смотрите. Здесь номер VLAN. Его имя. Сеть, к которой он относится. Маска по сети. И устройство, на которое VLAN действует. Собственно мы открываем устройство. Например sv3. И сдаем ему вот эти вот 4 VLAN. Ну и так со всеми устройствами делаем. То есть на каждом устройстве должны быть все VLAN, которые к нему относятся. С вот такими вот названиями и ID. Это все у меня уже заготовлено. Например на S3 у нас 40, 50 и 60 VLAN. Ну и 99. Все. Копируем их. Открываем sv3. И вставляем эти все конфигурации. Все. Все VLAN мы настроили. Давайте переходить к следующему этапу. Дальше на S1 все VLAN. 10, 20, 30. Так. S1 это у нас вот это вот устройство. sv1 в моем случае. Paste. Все. Все VLAN настроены здесь. Теперь S2. S2. 1 в 1 VLAN на нем. S2. Paste. Все. S2 настроили. Ну и теперь M. Я скопирую здесь 10, 20, 30 и 99 VLAN. Все это мы копируем. Открываем msv1. И сюда это все вставляем. Все. Мы дали устройствам понять какие на них будут действовать VLAN. Что нам нужно сделать дальше. А дальше нам нужно использовать вот эту вот таблицу. И определенным портам каждого устройства назначить определенный VLAN. Например на свиче 3 на 40. На fastethernet 0.1-0.5 у нас будет 40 VLAN. Ну и собственно это все мы опять-таки подготовили. Вот у нас интерфейс рейнджа открываются. Настраиваются здесь VLAN. Копируем. И опять-таки открываем sv3. Например тот же paste. Все. Так. S1. Копируем. Это у нас sv1. Вставляем. Отлично. S2. Копируем. И sv2. Вставляем. Хорошо. m теперь. Так. Интерфейс рейнджа на m. Здесь у нас уже гигабитный. Так. 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 m. Paste. Хорошо. Смотрим дальше. Что от нас хотят теперь. Теперь нам нужно... А. Ну m это уже отсюда. Эта часть отсюда была. Нам нужно channel группы настроить. На определенных устройствах. Опять-таки на определенных портах. Определенные channel группы. Берем это все и настраиваем. На m мы уже настроили. Channel групп 1 и channel групп 2. Давайте теперь на s1 и на s2. Так. Копируем. Открываем s1. Paste. Отлично. И открываем s2. Здесь другие. Копируем. s2. Paste. Главное не перепутать команды. Ну и плюс я вам советую так же как и я подготовить все заранее. Так. Теперь дальше. Дальше нужно донастроить транкинг. Для этого мы настраиваем на определенных порт-ченнелах определенные режимы работы. Например на m. Открываем msv1. Paste. Отлично. На s2. Копируем. Так. Точнее на s1. На s1. Paste. Главное не перепутать устройство. На s2. Так. Аккуратно. На s2 все копируем. s2. И вставляем. Прекрасно. Теперь s3. То же самое делаем на s3. Так. sv3. Paste. Все. Это все мы настроили. Транкинг у нас работает. Что нам нужно сделать дальше? Точнее он не совсем работает. Дальше нам нужно на. Получается на роутере m. Который m. Настроить. Что нам нужно настроить? Настроить интерфейс g1.1. И здесь отключить свитчпорт. Плюс IP адрес ему задать. Открываем m. Paste. Настроили. Дальше. Осталось только одно. Это на маршрутизаторе. Точнее не одно, а почти все. На маршрутизаторе нужно настроить информацию о всех виланах. Для этого мы включаем интерфейс g001. И далее под интерфейсом этого интерфейса 40, 50, 60, 69 настраиваем определенные виланы. Это все мы копируем. И теперь наш маршрутизатор будет знать о том, что у нас существуют виланы в сети. И будет правильно с ними работать. Так. Paste. И как видите все работает. Все настроено. Так. Идем дальше. Идем дальше. Последнее, что нам осталось, это настроить хосты. У нас здесь много компьютеров. И у них должны быть определенные IP адреса. Это все взято из таблицы сверху. Можно сверить. В общем, давайте настраивать. Я копирую pk1 и pk4. Копирую. Открываю топологию. Листаю вниз. pk1. IP конфигурация. Вставляю. Поднимаю. Вот так вот. Закрываю. Кровая основа. Все сохранилось. Отлично. pk4. То же самое. Тот же. Default gateway на нем. Так. Закрываем. Все сохранилось. Давить. Я лучше буду проверять. Потому что в прошлый раз у меня на одном устройстве что-то не так вставилось. И в итоге у меня было инстабаллов. Если вы хотите инстабаллов, внимательно все делайте и проверяйте. Так. Ну и советую заготовить команды заранее. Так. Намного проще получить 100 баллов. Так. Здесь сохранен. На pk2. На pk5 теперь. Так. Default gateway 21. Отлично. Остался pk3 и еще 4 компьютера. pk3, pk6 и еще 4. Так. Оп. Вот такая ошибка может быть. Как видите. Закрываем. Сохранилось. Отлично. pk6. pk6. Так. Закрываем. Отлично. Теперь осталось 7, 8 и 9. Вы не думаете, что я так копирую. Я могу и ручками написать. Но намного проще копировать. Потому что я тогда точно не ошибусь. 40. Все правильно. На 7. На 8. На 8. На 8. На 10. Так. Не то. Открываем само устройство. Так. На 10 есть. Теперь 8, 60. Так. 8. 60. Отлично. Закрываем. Открываем. Все. Отлично. Можно закрывать. Ну и остался pk99. Один единственный. Это у нас 99, 17. Здесь было, например, 10, 20, 31. А тут 17 в конце. Так. Закрываем. Все. У нас все настроено. Как видите, все подключения у нас сошлись. Везде зеленые треугольнички. Все у нас работает. Можем заканчивать работу. Для этого переходим снова сюда. И нажимаем Submit Assessment. Ждем, пока у нас соберутся все баллы. И оценку мы увидим. У нас пакетрейсер сам закроется. Собственно, просто ждем. И я вам покажу, когда все уже будет закончено. Это займет пару минут. Итак. Наконец-то мы видим нашу заветную оценку в 100%. Все у нас правильно выполнено. Если у вас что-то неправильно, у вас здесь снизу будут две ссылки. По нижней вы можете посмотреть вообще все, как-то называть, баллы. Что у вас получено, что нет. И где какая-то ошибка. Ну и на этом все. Можно закрывать. И тут у вас тоже все теперь готово. 100 баллов. Ну и на этом все. Если это видео было полезным, оценивайте его лайком. И подписывайтесь на канал. Ну и пишите ваше мнение в комментариях. Ну и вроде как все. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok